Поскольку предыдущий ролик с разбором Арсения и Неофита собрал уже более 10 тысяч просмотров, это значит, что пришло время разобрать еще один ролик этого автора. Сегодняшнее видео, которое мы будем разбирать, называется «Как научиться делать выход силой, подводящие упражнения и разбор техники». И перед тем, как мы начнем, я бы хотел рассказать небольшую историю. Дело в том, что когда стритворкаут только зачинался, только все это становилось, то ребята снимали видео различной обучалки, потому что они хотели поделиться своим опытом, своими знаниями с другими новичками. Если вы вспомните большую серию обучалок от Михаила Баратова, Декстра и Богдана Корженевского, если вдруг вы настолько старые, то вы понимаете, о чем я говорю. Здравствуйте! Давно меня не видели, давно не делал обучалки, но вот я пришел, выбор о время. И сегодня я расскажу вам о своем именном выходе, я думаю, все его знаете, выход Декстра. К сожалению, с того момента, когда в стритворкаут пришли деньги, пришла возможность какой-то славы, раскрутился Ютуб, очень многие начали снимать видео не для того, чтобы помочь другим людям, не для того, чтобы поделиться своим опытом и знаниями, а для того, чтобы собрать просмотры, заработать на показах рекламы, раскрутить себя. И по этой причине, мне кажется, только ленивый еще не снимал видео обучалку по таким упражнениям, как подтягивания, отжимания, брусья, выходы силы, опять те же самые. Но проблема в том, что они не вкладываются в эти обучалки, то есть сколько я уже посмотрел видео по выходам, и буквально они одно и то же из ролика в ролик, просто разными авторами рассказывается. И, что самое печальное, тиражируются одни и те же ошибки, одни и те же недостатки программ обучения. Они просто повторяют друг за другом, потому что если кто-то другой снял, собрал много просмотров, то и я тоже сниму и соберу много просмотров. И вот такая у них логика. При этом они вообще не разбираются, ну, создается у меня ощущение, что они вообще не разбираются в том, что они рассказывают. Они просто рассказывают, не задумываясь о том, как на самом деле есть. И нельзя не вспомнить слова Ника, который сказал, «Все чего-то делают, но никто не думает, а думать надо». Я это к чему? Здесь мы тоже увидим все. Это абсолютно типичная обучалка по выходам. Здесь нет ни малейшего интересного момента. Тем не менее, она собрала почти 2 миллиона просмотров. Давайте смотреть, я буду комментировать и объяснять, что мне не понравилось в этом видео. Оно среднее, понимаете? Если бы это была первая такая обучалка, вторая, третья, пятая. Но когда ты уже видел несколько десятков таких роликов, и они все одинаковые. Зачем это снимать? В этом плане мне вот нравится, в науке нет такого. Если кто-то один сделал какую-то работу, то люди не будут делать той же самую работу, только для того, чтобы ее сделать. Они могут заниматься воспроизведением экспериментов, для того, чтобы убедиться, что действительно полученные в ходе эксперимента данные, они повторяемы. Это возможно. Они могут как-то на основе этой информации делать что-то свое. Но вот выдавать 50 абсолютно одинаковых научных работ, только чтобы на этой конкретной научной работе стояло твое имя, этого нет. И это здорово. Именно поэтому наука развивается. Ладно, смотрим. Всем привет, друзья. Меня зовут Арсений. И сегодня я расскажу, как научиться делать выход силой. Выход силой Одно из самых эффективных и самых красивых упражнений со своим весом. Оно задействует как тяговое, так и толчковое движение, что делает его очень функциональным. Выполнение выхода силой требует в равной степени силы и техники. Мы рассмотрим три упражнения на развитие взрывной силы и три технических аспекта. Нет, выход силы не требует в равной степени силы и техники. От техники, если мы говорим именно про выход силы, про силовой подъем, требуется только понимание, как проворачивать свою кисть, чтобы закинуть локти. В то же время от силы, если ты не используешь мах ногами, не используешь киппинг ногами, не используешь никакую помощь инерции, требуется намного больше. То есть понять, как проворачивать кисть можно за день, прокачать мышцы, чтобы у тебя хватало сил, чтобы все это сделать, потребуется даже не недели и не две. Поэтому не в равной степени. Ну, как бы, кто-то скажет, что я придираюсь, но просто надо понимать, что не в равной. Надо понимать, что выход... Вот есть склепка, чистый технический элемент, который требует минимум сил. И есть выход силы, чистый силовой элемент, который требует минимум техники. И вот при движении от одного к другому мы будем уменьшать количество техники, которую нужно уметь делать, и увеличивать количество силы, которое будет требоваться. Это взаимосвязанные, взаимозависимые, обратной зависимостью переменные. Чем у вас больше сила, тем меньше вам нужны техники. Чем больше техники, тем меньше вы можете использовать силы. Но это не будет выход силы, конечно. Для его выполнения все же необходимо обладать определенной силовой базой. Нужно уметь подтягиваться и отжиматься на брусьях хотя бы 10-15 раз. Вот здесь видео, в котором я объясняю, что для того, чтобы научиться делать выход силы, достаточно, достаточно уметь подтягиваться всего один раз. Я не буду сейчас подробно останавливаться, почему это так, по физике. Посмотрите ролик, вы все поймете. Наработать базу поможет вот это видео, а мы приступаем к изучению. Конструктивно выход силы можно разделить на три движения. Это подтягивание, переход или сам выход и отжимание. Я хочу, чтобы вы обратили сейчас внимание на то, как он сам выделяет этап отжимания, где фактически рука чуть-чуть разгибается. Просто вот запомните сейчас этот момент отжимания. Запомните его, дальше пригодится. Самое главное и самое эффективное упражнение – это высокие подтягивания. И подтягивания должны быть реально высокие, то есть минимум до груди, а лучше до живота. Для того, чтобы выполнять высокие подтягивания, во-первых, нужно делать движение не строго вверх-вниз, а немного по диагонали, вперед-назад, и турник тянуть как бы по дуге к животу. Выглядит это следующим образом. Как вы можете увидеть, естественно, турник, он тянет ни по какой ни по дуге, он тянет его под углом, да, по прямой линии, но она находится под углом, да. Он не вертикально подтягивается, а под углом и перед собой. Но там нет дуги. Он именно ее по прямой линии вверх-вниз, вверх-вниз. И, собственно, разница между высоким подтягиванием и выходом силы заключается в том, что в верхней точке высокого подтягивания у тебя сохраняется вот этот вот угол, а в выходе силы ты корпус закидываешь, чтобы провернуть кисти, и чтобы плечи, локти оказались над перекладиной. Вот и все. В плане силовом это абсолютно одинаковое упражнение. Ничего страшного, если не получается подтянуться до живота. Подтягивайтесь максимально высоко. Причем за подход нужно делать 3, максимум 5 повторений. То есть, когда вы начинаете подтягиваться выше, чем до груди, просто спрыгивайте и отдыхайте. Да, очень правильное замечание. Я уже рассказывал о разных типах отказа вот в этом видео про Алексея Гордовского. Соответственно, когда вы тренируете взрывное упражнение, у вас после 3-5 повторений вы увидите, что резко падает уровень вот этой вот взрывоопасности, насколько высоко вы будете подлетать, и теряется вообще весь смысл продолжать движение. Вы только будете забивать свои мышцы, вам нужно будет больше отдыха, но с точки зрения тренировки взрывной силы вы уже ничего прибавлять не будете. Для ее тренировки работают только те повторения, где вы действительно подтягиваетесь максимально высоко. Поэтому этот совет Арсения очень правильный. Упражнение – это отжимания от перекладины. Самое простое в этой серии – просто находим низкую перекладину, запрыгиваем на нее и делаем отжимания как можно ниже, желательно до груди. Ноги в нижней точке будут уходить немного вперед для того, чтобы компенсировать центр тяжести. Помните, я говорил вам пару минут назад, запомнить, как Арсений показывает отжимания, когда он делает выход? Сравните, пожалуйста, технику, в которой он отжимает себя от турника, когда делает выход, с этой техникой. Это разные вещи. Я не знаю, почему из видео, видео, из ролика в ролик люди говорят про то, что нужно делать отжимания от перекладины, если ты хочешь научиться делать выход силы, но в действительности вообще не нужно. Отжимания от перекладины при тренировках выходов – это пустая трата времени. Вы должны это понять, потому что в действительности, когда вы закинули локти, то вы отжимаетесь не из положения, когда вы очень низко опустились, а вам нужно лишь чуть-чуть разогнуть. Если же вы делаете выходы плохо и вы закидываете себя на турник, вы фактически ложитесь на перекладину грудью, и тогда вы будете делать также другое упражнение по биомеханике, потому что ваш корпус будет гораздо сильнее нависать над турником, чем сейчас показывает Арсений, и отжиматься вам от перекладины будет намного-намного легче. Я уже это неоднократно разбирал. Почему все повторяют? Почему они не думают, как устроено движение? Отжаться? Если вы уже закинули кисти, если вы провернули кисти, если вы закинули локти, вот вы легли хотя бы на турник, а вы можете спокойно лечь на турник, если стоять, что произошло? Я не знаю, почему из ролика в ролик это повторяется, почему никто не смотрит на само движение, на то, как они его делают со стороны, и не видят, что не нужно там отжиматься, не нужно тренировать этот момент вообще. Если вы уже провернули кисти, если вы закинули локти, то вы просто вот лежите над перекладиной. И можете сколько угодно так лежать, это не тяжело. Ваш корпус, он намного дальше уходит вперед, чем сейчас Арсений показывает в процессе отжиманий от турника. И, соответственно, по силе нагрузки, по тяжести упражнения то же самое, что если вы ляжете на пол полностью и выжмете себя наверх. Вот это то же самое, если вы лежите на перекладине и отжимаете себя от нее. Отжимания от перекладины и сжимовая часть в выходе силы – это разные вещи. И сжимовую часть в выходе силы не нужно дополнительно тренировать. Вы можете быть уверены, что если вы смогли провернуть кисти и закинуть локти, больше у вас никаких проблем с этим движением не возникнет. Этим упражнением мы тренируем непосредственно отжимания. И следующее упражнение – это негативные выходы. Опять же, находим низкую перекладину, запрыгиваем на нее. Но отжимания, действительно есть вариант отжимания, который позволит улучшить свои показатели в выходе силы. Если вы будете делать выход силы по частям, то есть, допустим, вы сначала потянулись наверх, а затем попытаетесь провернуть свои кисти, так называемый медленный выход силы, у меня есть отдельное видео про настоящий медленный выход силы, а не вот эту билиберду с закинутыми кистями сверху, то вы поймете, что вот это вот движение, когда вы прокрутили кисти и пытаясь выжать себя наверх, оно очень сильно напоминает трицепсовые разгибания. И вот трицепсовые разгибания с динамическим вращением кисти действительно имеет смысл делать, если вы хотите делать какие-то отжимания, которые помогут вам научиться делать выход силы. Потому что трицепсовые разгибания с проворотом кисти действительно поспособствуют этому. Вот это вариант отжиманий, который никто не показывает ни в одной обучалке, но который действительно помогает делать выход силы. Отжимания от перекладины – это пустая трата времени. И стараемся опуститься вниз как можно медленнее. Для этого нужно будет напрячь все ваше тело. Так вышло, что негативный выход задействует все те же мышечные группы, которые работают и в обычном выходе. А самое главное, что негативный выход поможет прочувствовать движение, которое нужно выполнять вверх. Ничего страшного, если у вас не получится сначала сделать выход медленно. Скорее всего, первое время у вас будет получаться как-то так. И это на самом деле довольно страшно, потому что вы будете медленно опускаться, но в тот момент, когда нагрузка будет выше вашего уровня текущей подготовки, вас будет просто срывать. То есть из максимально статической нагрузки, потому что я предполагаю, что вы будете делать это упражнение медленно, как Арсений говорит, вас будет резко срывать вниз, и вы будете падать весом всего своего тела, давая дополнительную нагрузку на свои сухожилия и мышцы, и плечевой сустав. Потому что вы будете падать, вы будете ронять, вы не сможете из этого положения остановить себя. Как только вот вы опускаетесь, 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 доходит до определенной точки, и нижнее вы уже не можете удержать, вас просто будет срывать вниз. Стоит ли говорить о том, что такой резкий срыв после статической нагрузки практически, это очень плохо и очень травмоопасно потенциально. Особенно для начинающих, особенно у которых слабенькие сухожилия, слабенькие мышцы. Я бы не советовал ни в коем случае новичкам, которые только учатся своему первому выходу, использовать негативные повторения. Ни в коем случае. Быстрые негативные, быстрые негативные, когда вот вы из верхнего положения опускаетесь вниз, но делать это быстро, не пытаетесь задерживать нагрузку. Они действительно помогают понять движение, понять движение, как происходит, и работают все точно те же самые мышцы, что и в обычном выходе. Но вот медленные, прямой путь к различным травмам локтевого сустава, к различным эпикондилитам, не стоит так делать. Это нормально. И очень важно, обратите внимание, что когда я делаю негативный выход, я опускаюсь не прямо под перекладину, а вектор моего движения стремится по диагонали. И отсюда мы переходим к техническим аспектам. И первая техника – это мах. То есть начинать выполнение выхода силы нужно не строго из-под перекладины, а немного отсюда. Для этого нам нужно сделать мах вперед. Вытягиваемся всем телом вниз, грудь также вытягиваем вперед. И отсюда делаем уже взрывное подтягивание. Обратите внимание на то, как он делает мах, и как он делает после этого выход силы. Запомните эти моменты, чуть позже они вам пригодятся. Сверху вниз, когда я двигаюсь, я возвращаюсь так же в эту точку. Второй нюанс – это делать максимально глубокий хват для того, чтобы, когда мы оказались сверху, у нас была возможность упереться в турник руками и отжаться. Если вы будете начинать движение отсюда, то вы никак не сможете упереться. И вам придется очень много прокручивать кисть. Поэтому мы изначально беремся максимально глубоко, чтобы упереться в перекладину. Глубокий хват нужен не для того, чтобы упереться в перекладину. Потому что, когда делаешь обычный выход и прокручиваешь кисть, ты точно так же упираешься в перекладину. Глубокий хват нужен для того, чтобы уменьшить длину рычага и дать дополнительную площадь для жима. То есть, когда вы делаете выход, вы давите так же рукой, как и в трицепсовых разгибаниях. Вы давите на турник сверху, помимо того, что еще тянете себя руками. Соответственно, вы используете больше мышц. Сделать выход становится легче. Помимо того, что вам уже не нужно прокручивать кисть, и сама длина рычага, длина вашей руки сокращается на длину вашей ладони. Соответственно, это тоже делает упражнение легче. Можно делать из глубокого хвата, можно делать, если вы делаете на толстой перекладине или на квадратной балке, можно просто кисти туда закинуть, положить вообще целиком. Может быть, не очень приятно в плане того ощущения, если будет натирать вам у основания запястья. Но в плане того, что делать будет легче, это факт. И третья техника – это рывок. Рывок ногами. Дело в том, что я очень удивлюсь, если вы с первого раза сделаете строгий выход без участия ног. Поэтому осваивайте выход вместе с рывком. Для этого мы поднимаем колени во время маха, когда мы делаем движение назад. Выглядит это следующим образом. Делаем мах и отсюда просто взрываем колени вверх. Обратите внимание, что когда он попытался показать выход с рывком коленями, выход у него получился тяжелее, чем когда он делал без этого рывка. Потому что рывок – это вообще не то, что нужно делать для выхода. Вот здесь будет ссылочка на разбор обучалки Виктора Блуда по выходам. И там он показывает правильную технику и объясняет, как нужно делать не рывок, не мах ногами, а киппинг. И, используя мышцы пресса, передавать инерцию, которую вы создаете ногами. То есть мы повисаем, и в этом положении нам нужно вот таким вот образом покачаться. То есть, видите, силой своего пресса я это делаю. И как бы чуть более свободно. И вот киппинг – это то, что облегчает вам процесс исполнения выхода силы. Рывок ногами не помогает. Рывок ногами наоборот. Чем сильнее вы будете себя ногами рвать, чем вы будете резче ноги к себе поднимать, тем дальше вас будет отдалять от перекладины. И вы видите, насколько сильнее Арсению пришлось отлететь от перекладины, чтобы сделать выход. То есть он сначала себя откидывает от перекладины, потом ему приходится тянуть себя руками, чтобы подняться обратно. И в итоге это вообще ему не облегчило никак выполнение выхода. Еще раз, посмотрите, пожалуйста, как вот он делал в начале, когда говорил про технику, где он показывал маха, потом показывал без маха, как он делал выходы. И посмотрите, как здесь. Здесь ему стало тяжелее делать это упражнение. Тяжелее. Хотя это очень частый совет – делать рывок ногами, рывок к себе, колени поднимать. Но в действительности, в действительности это бесполезный совет, который не поможет вам сделать выход силы. Чтобы сделать выход силы, надо учиться делать киппинг. Как в кроссфите. Как только вы научитесь делать, научитесь передавать инерцию с помощью мышц пресса, вы сможете себе помогать ногами. Когда вы делаете рывок, вы просто откидываете себя куда-то вдали, и это вам ничем не поможет. Объединив эти движения, сделать выход будет гораздо проще. Арсений, а тогда почему тебе стало сделать выход тяжелее? И по мере того, как у вас начнет получаться выход с рывком, с каждой тренировкой просто старайтесь сделать рывок меньше и меньше, и больше включать взрывную силу спины. Программа для тренировки выходов состоит из трех упражнений. Это взрывные подтягивания, отжимания от перекладины и негативные выходы. Можно делать каждое упражнение по несколько подходов, но я предпочитаю и рекомендую делать их по кругу, одно за другим. Взрывные подтягивания, да, безусловно. Отжимания от перекладины, выкинуть. Негативные выходы, новичкам, выкинуть. Вместо отжимания от перекладины имеет смысл делать рецепсовые разгибания с проворотом кисти, то есть не просто когда вы поставили кисть вверху и отжимаете, а вот когда она у вас имитирует то же самое движение, которое будет делать в выходе силы, то есть кисть снизу, сначала закручиваете ее наверх, потом выжимаете себя. Будет больше толку. Вместо негативных учитесь делать киппинг. Это не выход силы будет, это будет выход на две, потому что для выхода силы вам потребуется сила, которой у вас пока нет. Но в плане изучения упражнений учитесь делать киппинг. Негативные вообще не трогайте. Так что совет в плане упражнений очень неэффективная, очень неэффективная методика. В плане того, что делать друг за другом, да, скорее нет. Скорее нет, если вы новичок, если вы новичок и вам нужно отрабатывать технику, то лучше не прыгать с одного на другой, да, сфокусировать. Выберите одно упражнение, сначала сделайте в нем все подходы, для того, чтобы наработать именно навык движения. Потом переходите на следующее упражнение. Тем более, что в них задействуют разные мышцы, соответственно, будете отдыхать. Да, то есть после взрывных выходов вы перейдете на трицепсовое разгибание, и там у вас будет довольно свежо все, да, потому что трицепс будет свежий. А затем вы перейдете на киппинг, и там у вас и трицепс отдохнет, и спина отдохнет. И если после всей этой тренировки у вас еще будут силы, можете тогда сделать второй круг. Но сначала сделайте все подходы в одном упражнении, потом во втором, потом в третьем. А не так, что по одному подходу каждого, потом снова по второму подходу каждого, потом снова по третьему. Ваша задача в выходе – прокачать мышцы и освоить технику. Осваивая выход силой, вы разовьете силу и значительно улучшите физическую форму. Не переживайте, если выход не будет получаться сразу. Тренируйтесь регулярно, но не слишком часто. Исследуя этой программе, у вас обязательно все получится. Тренируйтесь с умом, друзья. Берегите себя. И всем мир. Научиться делать выход силы, то оно не сильно поможет. Конечно, упорствует труд, все перетрут. И в свое время, когда, опять же, стритворкаут только начинался, очень много чего советовали делать просто попытками. Хочешь научиться передний виз – делай попытками. Регулярно тренируйся, отдыхай, и у тебя все получится. Задний виз, выход силы, горизонт, планш. Стоит ли говорить, что это самый эффективный метод тренировок? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Я думаю, все это понимают. Но такая методика была просто потому, что люди не знали, как тренироваться, что нужно делать. Сейчас мы знаем. Почему до сих пор выходит видео, которые не сильно далеко ушли от совета просто делайте попытками, я не знаю. Это печально. Печально, что люди это смотрят, печально, что они тратят свое время. Кто-то, конечно, научится благодаря этому видео делать выход силы, это несомненно. Но я просто говорю о том, что это не эффективный вариант. Это не эффективный способ, и за счет того, что в этой программе есть негативные выходы для новичков, он еще и достаточно травмоопасный. Если вам понравился этот разбор, если вы хотите, чтобы было больше интересных разборов, то пишите в комментариях ваши предложения, кидайте напрямую ссылки на ролики, кого стоит посмотреть, кого стоит разобрать. Я обязательно это сделаю. Если вы хотите поддержать наш канал, это можете делать на сайте Boosty. У нас уже 31 подписчик, и мы собираем почти 10 тысяч рублей. Так что 3-5 роликов я отдаю на монтаж на сторону. Но чтобы отдавать все ролики, которые я снимаю, это нужно собирать 40 тысяч рублей. Поэтому подумайте над тем, чтобы поддержать наш канал хотя бы соточкой в месяц. Это небольшая сумма, зато если все 120 тысяч подписчиков скинутся, вот у нас и появятся огромные возможности по распространению информации и научного подхода к тренировкам. На сегодня все. С вами был Антон, канал Street Workout. Увидимся в следующих роликах. Пока!